Когда мы говорим про стул, очень важно понимать, в какую сторону нарушен этот стул. Потому что если стул нарушен в сторону диареи, это одна история. Если стул нарушен в сторону запоров, это другая история. Бывает самая плохая и самая печальная история, когда стул чередуется. Это мы называем в медицине нерегулярный стул. Нерегулярный. То диарея, то запоры, то диарея, то запоры. Смотрите, если мы говорим про диарею, тогда скорее всего эта диарея связана с воспалением кишечника, с раздражением кишечника. С тем, что в кишечнике есть какие-то лишние микробы или вредные микробы. С тем, что человек съел какую-то гадость, тогда это нужно убрать, нейтрализовать и вывести. Обычно для этого используются энтерсорбенты, но если это поверхностная, легкая, лайтовая проблема, может быть их и хватит. А если эта проблема посерьезнее, то как только вы закончите это принимать, оно вернется обратно. И надо знать технологию, как это раскрутить. Если же мы говорим про запоры, то очень часто запоры связаны с тем, что человек не ест необходимую для кишечника еду. Или в принципе ест мало. Тогда это решается питанием. Но когда мы увеличиваем питание при проблеме запоров и начинает что-то болеть и поносить, то это лишь подтверждает, что в кишечнике есть более серьезные проблемы, которыми надо заниматься. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.